Доброе утро, дядя Ваня. 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 Болящие все те же у нас, как новых, не было мне звонков, что кто-то прям вот, все, внуки, за Степанию молитесь, в больнице они лежат, еще надолго будут лежать за бладенцами, так, все по домам. Тамара выздоровела у нас, слава богу, Вале нет, она знакомников там помогает. Валю заливает вода кругом, у них через речку делают какой-то мост и вся глина свалили в сторону поселка и теперь вода, которая стекала в речку, вот через эту глину, через эти навалы не может пройти. И она боится, что у них вот эта вот улица, у нее как раз крайняя, может затопить, надо молиться за то, чтобы у них не было потопа. Там МЧСники, она говорит, что МЧС ходят, замеряют, делают, каждый день приезжают, наблюдают за снегом, но что будет дальше, у нее большая тревога, у Вали Барышниковой. Брат Константин путешествует с семьей, поэтому я сейчас стал постоянным путешествующим, поэтому говорю, что дорога это зона риска. Постоянно едешь и на грани жизни и смерти, машины вот там в кювете, здесь развернуло. Я просто удивляюсь, как меня Бог хранит. Был момент один очень тяжелый у меня в путешествии, я аж взмолился, меня аж развернуло, я вообще был просто в ситуации. Я уже позвонил, аж Игнать Тихонычу, редко звонил, потому что там, все, поэтому мне особо близко молитва путешествующих. Ну просто вот путешествующие и все, а очень тяжело сейчас путешествовать, тем более сейчас дороги разбиты после снега, все это все, раньше снегом это все было завалено, а сейчас все эти ямки, так что молимся. Бог даст, если мне благословит, вот сегодня или завтра выехать тоже в путешествие, прошу помолиться. Брат Игорь хочет сказать. Я хотел сказать, что там будет Виктор Андреевич, хотел для того, чтобы немножко его как бы брата взбодрить. Вот когда фашисты пришли к нам в 41 году, страшная зима началась уже в октябре, и снега столько навалило, что таяло до июня месяца. То есть очень долго зима продолжалась. Почему? Потому что пришли фашисты на русскую землю, а туда теперь на русскую землю приехал наш Виктор Андреевич. И уже какой бар месяц, а там пыль стоит столбом. Почему? Чтобы наш брат спокойно ходил везде. И где люди не примут Евангелие, он отресет эту пыль. А не подскользнется ни разу. Помните, что с ним было в том году? Как он залазил на эту крутую сибирскую горку, вдоль дороги переходил домой. Подскользнулся, упал и сломал себе ногу. А теперь он прямо дойдет до нашего болящего друга Сергия, брата нашего там в Воронеже, и все сделает как надо. Ничего его не остановит, никакие вот эти скользота. А мы здесь с вами будем мучиться на этом скользком. И бабушки идут вот так вот. И я сам иду, как старый, простите, дед какой-то, посыпаю себе песком. Думаю, Господи помилуй, да сколько же это будет продолжаться-то? Ну и хорошо. Зато никакой Китай сюда не придет. Никакая Япония. И ни шведы до нас не дойдут. Потому что подскользнутся и разовьют все носы. Так и передайте Виктору Андреевичу, когда будете, что это Господь ему устелил дорогу просто пылью. Ну что, пыль-то? Это тебе не какая-нибудь там скользота или сугробы по пояс. Я вот что хотел сказать. Девятая глава сегодня читалась, седьмой стиха по 31 Евангелие от Марка. А должно-то другое было читаться, то, что я читал. Потому что страдание Христа впереди. Потом, сейчас вот это будет у нас пятая неделя Марии Египетской. Там вход Господень в Иерусалим. Я так понимаю, ну некогда просто о страдании Христа больше говорить. И поэтому вот сейчас церковь постановила в эту неделю вспоминать страдания Христа. Почему? Там как бы уже радость близка и так далее. Там вся неделя будет страдания уже постоянно. А сейчас можно как бы в преддверии страданий. Но вот сегодня чтение было очень для нас очень назидательное. Для сегодняшней нашей жизни прямо оно нужное. Почему? А вот перед этим, начало 9 главы Евангелия от Марка, там как раз говорится, что Господь преобразился. И когда Он преобразился, то написано, апостол Петр и другие, они просто потерялись в ориентации вообще, во времени. У них наступило какие-то памороки, называются. Потому что, говорит, Он говорил, не зная, что говорит. Так написано в Слове Божьем. И Он говорит так, Господи, останемся мы тут все на этой вершине втроем. Ты, Моисей и Илья. И будем тут жить вечно. Это первое монашество решил организовать человек. Человека, вот внутренняя его сущность, всегда тянет куда-то зарыться, где поспокойнее. Не, ну так, чтобы вокруг было так, ну как говорят, святые. Если, говорит, водички захотел попить, то желательно прохладненькой. Если стаканчик, то значит потом можно и побольше. А что воду-то пить одну? Давайте, говорит, и вина немножко закрасить. А что вина-то уже? Давайте немного и хлеба. А что, зачем хлеба? Давайте и мясо вкусим. И вот она похоти развивается. И вот точно так же в душе человека. Только останусь один, а потом, ну, один-то один. Ну, давай-ка я маленький какой-нибудь телевизорчик себе. Ну, чтобы связь не терять с миром. Потом, нет-нет, маленький совсем. Что-то зрение, наверное, испорчил. Поставлю чуть побольше. И потом уже не просто побольше, а как говорили. И прорубил, говорит, окно Петр для России в Европу. И туда, говорит, вся Россия упала. И нахватались оттуда, что попало. И вот так у нас душа начинает хватать. И вот все вот у нас, все, кто стали монахами, первые заповеди они исполнили Петра, не Христова. Остались на горе, и сейчас сидят все одни. А Христос что сделал? Вот теперь дальше показано, что надо делать. Сегодня, если не отчтение евангельское для монахов, они не вспомнят даже этого. Христос показал, что нужно делать. Бегом с горы. Бегом. Идемте, говорит, Петру, Иоанну и Якову. Идемте отсюда. А куда идемте? А подошли, а там люди стоят. Люди окружили апостолов, оставшихся девятеро. И они уже стоят, и в растерянности, все. И написано, и народ удивился. И толкование такое дается. Одно из толкований там дается такое. Что народ удивился, как вовремя прибыл Господь. Там и другие есть толкования. Но одно из таких, вовремя, как Он прибыл. Вот Господь всегда приходит вовремя. Если мы с Господом, если у нас Слово Божие в истине всегда с нами, и мы его знаем наизусть, где оно находится в Слове Божьем, на каком месте, мы всегда будем с Господом. Это Господь с нами. Господь нас всем снабдил на эту жизнь. Вспомните этого странствования пилигрима Джона Буньяна. Как Господь охраняет? Невероятно. Как Он избавил от этого греха, который человек нес, нес, и вдруг избавление от греха. Все происходит внезапно. Но этот человек всегда с Господом. И было тяжело ему идти. Почему? Потому что крест взял на себя человек и пошел за Христом. Не Христов крест взял он. Потому что сегодня Иоанн Кронштадтский сказал, самый тяжелый крест страданий был у Христа. А у нас все это, эти кресты наши, намного мельче, чем у Христа. Но они для нас как раз по нам. Господь нам делает. Помните, как этот шел странник по горе там, ну и крест там нес и так далее. Все это стихотворение. И крест такой тяжелый, казался, все, в другое бы полегче. А потом все, перебирал, перебирал. И оказалось, что тот крест, который начал нести, он как раз и был от Господа. И вот это, один из таких крестов, это стремление нашей души быть с другой душой человеческой рядом. А еще лучше помогать ей. И написано, не лучше ли бы тебе оставаться обиженному? Что значит обиженному оставаться? Это не то, что когда мы начинаем разговаривать между собой и кто-то. Вот ты меня обидел, я до сих пор вот еще помню это. Вот ты меня тогда-то обидел, я всю жизнь на тебя обижалась. Вот помнишь тогда еще? Я все еще помню это. Это что за христианство такое? Да обида это даже и не то, что тебе кто-то сказал. Обида ты остался обездоленным. То есть без чего-то. У тебя нету чего-то. Это приобретение. Человек всегда думает приобрести. Каждый из нас это знает. Нам нужно то, нужно это. Вот сколько тебе для счастья надо? Ну а что бы ты хотел? Ну перечисляешь. Ну полтора миллиона бы. Да еще в золотых монетах бы. И точно хватило. Вот тогда. А это обездоленность. Нету. Почему нищета духовная называется? Не нищета, а просто. Я сказал маме, говорю, нищета духовная, хорошо или плохо? Ой, сынок, как это плохо? Ой, нищем-то как плохо. Да пенсию-то ждешь, ждешь, не дождешься там все. Я говорю, мам, ну нищета духовная, это как-то немножко по-другому надо, наверное, посмотреть-то. Духовная. Думала, думала, ничего не приходит новым. Я думаю, нищета ты духовная? Ну что ж ты? Я говорю, мам, ну давай сейчас с тобой рассмотрим, что имел Христос в виду, когда нам говорил, преподавал такие заповеди непонятные-то. Ну, наверное, он говорил-то это легко и просто. А почему? Да еврейский народ, мы просто не понимаем, что это за народ. Они сохранили Слово Божие. Они умирали за Слово Божие, за Слово Божие в свое время. И сейчас они думают, что за это умирают, но они уже сохранили все. И им уже уготовано остатку спастись. И причем написано всему Израилю. Это значит, что огромное количество евреев в свое время войдут в Царство Небесное. Почему? Для них практически Господь пошлет Еноха и Илью с неба. Пророков, новозаветных будем говорить уже, которые будут говорить с ними на понятном им языке. Мы сейчас не можем к евреям обратиться. Они нас не понимают. Они не понимают почему-то Иисуса Христа. Ну почему мы знаем, почему? Потому что тьма века сего ослепила. Говорит, пришел к своим и свои его не узнали. А мы-то вообще были не свои. И Господь говорит, и мой народ, не мой народ, назову моим народом. Господь нас сам вывел, сам. Нерукотворенно отлетел камень этот и разбил все этого колоса нашего языческого. И теперь мы можем из-под обломка выбрались, и вот он свет. И мы должны через эти обломки этого язычества перелезть, встать во весь рост и сказать о Христе всю истинную правду. Ну да коли уже, как говорится, будем хромать на оба колена. Как раки пятимся под горницей и ждем Пятидесятницу. Не можем никак ее дождаться. Монахи нас обратно раз, раз, раз. Ян Златоуст, главное, еще тогда же ничего не знал. Монашество только начало обращаться, ему вот это интересно было. Он сам ушел в отшельники, сам там побыл. Я так понимаю, он по-другому думал, видел. Я так думаю, я думаю, что он по-другому видел монашество. Не так, как до сегодняшнего дня это все дошло. А где помощь ближнему настоящая? Я говорю, подожди, подожди. И вот, слушаю, Игнатий Тихонович прислал мне из сихаста. Для смирения, говорит, тебе. Я слушаю его. И написано, итак, начинаем вечернюю молитву. Поспав довольно, встряхнемся от сна, не включая свет, и запьем чашечку кофе, и начнем. Я думаю, да, монашество ушло далеко. И все в таких краях, не выходя, ниоткуда. Вышел из тела, я так понимаю, потянулся, взглянул на море. А сегодня снега не будет. У нас все-таки не Сибирь. И все, и опять можно лежать. Рыбаки там что-то рыбачат. Оттуда идет опять лодка, нам пшена привезут. Все нормально, все хорошо. Подождите, а где Христос это заповедовал? Он сразу сказал, трудитесь. Земля проклята, вот гора вон, там негде ничего выращивать. Они там немножко выращивают, какой-то там по этим. Но там гора просто вот такая вылезла. Это изменения земной коры, когда происходили. Я как геолог это понимаю все. И вылазят сначала скалы. Это кремний один, голый, там ничего больше нету. Ну, там немножко нанесло там елов там откуда-то, попадало все это. Чуть-чуть там почвы есть, может и привезли. Но так-то нечего там делать больше. Ну, огородик. Так надо пахать, написано. Трудиться. В поте лица своего. Здесь работа-то даже бывает. Ты то поработаешь и думаешь, да это разве труд. Да как вот раньше крестьяне работали. Загрузили тебя с утра до ночи. И ты только об одном думаешь. И молитва. Вот это да. А здесь нужно постоянно себя занимать чем-то. Почему? Потому что постоянно какая-то праздность идет и идет. И вот об этом только и почему жиреет человек толстей. Ну, праздность идет натурально. А занять ум, представьте. Это как его надо? Да еще божественным. Да еще. А ты, говорит, молись там земные поклоны и так далее. Так это надо тоже быть практически спортсменом. Ну, настоящий совершать подвиг. Да еще молиться при этом Господу. Какие-то цели преследовать. Ну, это каждый может. А вот труд, это было то, что нам нужно. Коммунисты пришли. И это Сатана пришел для того, чтобы убрать самое главное. Первый в самую заповедь. Труд. Труд убрали от русских людей. И сейчас мы в чем находимся. Вы посмотрите. Посмотрите в чем. Заводы позакрывали, а степи никто не открыл. А что их открывать-то? Иди там, начинай садить. А теперь никто тебе не даст на них посадить. Почему? Там бумажка на бумажку. Бумажкой покрывает. А потом еще надо солярку там уже, какую-то технику теперь. Тебе просто не дадут. Плугом сахой. Это скажет мало. Ты давай на мой, чтобы больше техники. У Игоря Барабаша там двор целый этой техники стоит. И все это нужно, чтобы пахать, чтобы трудиться в поте лица своего. Нету у нас труда. Потеряли мы это. Вот упустили из рук эти вожжи труда. Труда сначала, а потом труда духовного. И какие бы сейчас, я так вижу, истихасты нам не помогали в этом, как называют себя он, я ничтожнейший из монахов. Но, говорит, если ты все будешь исполнять, как я тебе тут говорю, то и когда-нибудь, наверное, ты меня поблагодаришь. Так, первым делом о слове Божьем-то, где речь-то твоя? Нам Христос ничего не оставил, только монахи теперь оставили нам, как спасаться. И начинаются у мужиков планки падать, а у женщин тем более. Все, спасение только в монашестве. И уже мы видим, Феофилак болгарский пишет на толкование о сеятеле, сеятель сеял. И вот 30 там взошло последнее, 30 крат 60 и 100. И написано, 30 это монах, который отшельник живет, вернее, 100 крат это монах отшельник, 60 это общежительный монах, и 30 может быть семьянин, который там трудится на поле. Вот это да. Исполоть вам, монахи, благодарим. Теперь все в монастыре. И императоры наши посмотрели, а вокруг уже одни монахи. И давай-ка эти монастыри закрывать. Видать, прошлись по ним, конечно, прошлись инспекции. А там кто что делает? Батюшка наш приезжает в монастырь один с епископом. Там, говорит, все бурьяном вокруг заросло. И четверо, говорит, лежат посреди дня. Здоровенные детины. И табачищем, говорит, все пропахло. А что вы здесь? А что сделаешь-то? Ну что, трава вот прет. А кто кормит? Не без добрых, мир, людей. А Господь в этот момент, в слове, конечно, своем, идет, помогает ученикам. Исцеляет вот этого бесноватого отрока. Это вот еще тоже один момент отдельный. И отец восклицает, Господи, верую. И потом тут же, помоги мы ему неверию. И все тут запутываются, что такое вера, что такое неверие, непонятно. Да к верующему был или нет? Да, конечно же, нет. И в то же время, да. Почему? Ну, по-иудейски, иудеи все верующие. Они родились от евреев. Уже все, уже спасен. Вспомните фильм «Искупление», как этот Захария стоит, и Иуда заходит, и начинает говорить о спасении, о Христе. Он, что надо от грехов избавляться, людям покаяться нужно. А этот Захария таким скрипучим голоском такой. «Иуда, а как же? Мы же, нас избрал сам Господь, мы избранный народ, а ты говоришь, каются грехи. Что нам, зачем это? Мы избраны от Бога, нам ничего не надо уже. Я-то себя признаю, что я еврей, и все. Это как мусульмане. У них вот тоже покаяния нету. Просто ты сказал, я иду опять в мечеть, и все, ты уже опять мусульманин. Допустим, ты не ходил там десятилетия, ну да, ты, как бы, хоть и родился мусульман, но еще не мусульманин. Как только ты сказал, я иду в мечеть, все, ты мусульманин. Или три раза при ком-то сказал, я мусульманин. Все, ты мусульманин. При мусульманах двух. Очень легко. У нас же, вот наши дети рожденные, вот они сейчас там за стенками. И я ни на одного не могу показать и сказать, что он уже наш брат или сестра до конца. Я могу сказать, маленький братишка, там, сестренка, но это так все номинально. Это, знаете, так, ласкательство какое-то. У нас нету института взбадривания детей для Христа, который есть как конформация у католиков. Конфирмация. То есть, дети в какой-то определенный момент приходят, вот я этого читал, Геннадия Фастера. Ну, до какой степени он мучился. Читаешь, читаешь, он то ли верующий, то ли не верующий. И читаю, читаю. Сколько там страниц, еще раз. Это его все размышления у парнишки, которому 13 лет. Он мучится, парень. Летит куда-то в пропасть. Просается за спасительное имя Христова. Опять призывает, бежит к родителям. Родители ему что-то объясняют. Он, к слову Божьему, преподает. Он что, один такой или там все такие? У минонитов. У нас-то откуда они такие будут? У нас не будет таких детей, это я вам точно говорю. Или он просто талант какой-то, единственный, наверное, вообще во всей вселенной, что ли, в 13 лет так рассуждать. Я знаю, у нас кто так в 13 лет рассуждает, и его уже не будет, все. Потом сатана так нападает уже, трясет его душу до тех пор, пока вся вера через эти не вывалится. Портки. И никто помочь, главное, не может. И мы не можем помочь. Я так понимаю, у нас или неправильное какое-то течение православное идет, или мы вообще бездушные. Опять уходят. Вот где этот Илюша? Где его брат? Вот они вчера были в субботу. Сегодня были, нет, даже не знаю. Были они, нет, уже все. А они, их как сквозняк какой, раз ветром сдуло. И ничего их не остановить. С ним разговариваешь, у него сразу взгляд такой хулигана. Сейчас, только еще слово скажешь. Я говорю, дам подбородок. Я уже знаю, как бьют. Я поэтому вот так, я разговариваю с этим Илюшей, и я стою вот так вот. Почему? Он мне не пробьет, я знаю. Да, ну у меня просто, я смотрю, я взгляд знаю. Я же, меня же били в свое время, я знаю это все. И глаза желтые какие-то становятся. Я думаю, это что за хулиганство такое? Это тебя воспитывали, воспитывали. Отец с матерью кормили. Водили тебя в эту церковь. Ты читал там деяния святых апостолов стоял. Я говорю, ты при мне читал. Я тебя нахваливал, молодец какой. И что дочитались? Он стоит у меня, бычком смотрит. Я говорю, тебе дедушка, ну, простите, Игнатина. Дедушка, говорю, говорит уже, сынок, внучек, оставайся здесь. Ты тут покушаешь, трапеза на столах, готово, все. Божественное. Ничего тебе лишнего никто не скажет. Не переломишься. Я ваши новости слушать не буду. Какие новости? Что ты в ад, что ли, идешь? Не будешь ты эту новость слушать? Все, кто здесь остается, это те, кто не хочет в ад идти. Или что, мы тут сидим, рассуждаем, как правильно в ад попасть, что ли? Прости, Господи. Дерзновение просто в рассуждении, простите. Ну, это, апостол Павел тоже до такого доходил. Тех, кого нету, они идут непонятно куда. Я при чем спрашиваю, ты что, сейчас на лучшее пойдешь, что ли, чем мы тут будем разбирать Слово Божие сейчас? Слушать мудрых людей? Нет. Ну, так нет. Садись и слушай. Нет, я не пойду. Ну, ничего не надо. Не уговорить. Не то, что не уговорить, я так понимаю. И после этого еще подходят мне и говорят, а ты знаешь, ты с ним грубо говорил, он теперь вообще может не ходить. Здорово живешь. Это как разговаривать-то? Как понять грубо-то? Я его просто уговариваю уже. Ну, если бы не послушал Игнат Тихоновича, я уже прихожу уговаривать, я уже, ну, думаю, последняя инстанция как бы прошла. Теперь-то уж я как бы взбодрю парнишку. Парнишка, ты это, осторожней, в ад же уходишь. А ты со мной грубо разговариваешь, я не хочу о смерти слушать. Беседовал, ехал с молодым человеком тоже, студент. Ну, визитку дал, взял, начал говорить ему. Я говорю, по твоему виду я вижу, у тебя родители живые. Я говорю, ты такой беспечный. Да, живые. Я говорю, ну, я тебя поздравляю. Без родителей бы ты остался, я бы посмотрел на тебя, какой бы ты был. Когда родители бы гробу-то увидел, тогда бы ты вздрогнул уже, а не то, что я не хочу тут слушать о смерти. Я говорю, ты сидишь, как будто бы вечная скала какая-то. Да и скала-то разрушается, а ты-то вообще человек. Ну, тебе 25 лет. Ну, тебе сколько осталось? Я говорю, в 25 лет меня Господь посетил вопросом, а для чего я вообще живу? И если бы Господь дальше меня не обращал, ну, был бы я какой-нибудь мелкой воли, я бы как Лев Толстой только подумал, где эта петелька-то, ну, красивая уздечка. Есть ли в этом сарае? Я на ней повешусь. А знаете, что нету? Открывает сарай, а в этот момент, ну, потом, как оказалось, отец сказал купить там новую уздечку, что там старая. И этот конюх купил и вечером повесил ее. А он заходит утром, раз, вот она, уздечка висит. Ну, давай, вздергивайся. Все для тебя есть, для того, чтобы ты в ад пошел. Все уготовано. Но больше всего Господь дал о спасении, все рассказал. Он же был верующий перед этим. И веру потерял сам. Почему? Брат засмеялся, когда он молился. И все. Вот наши дети, вот они, перед нами. Кто-то засмеется там где-нибудь в школе, а они все скажут, да, зачем это? Почему? Потому что нету этого стержня евангельского. Нету духа евангельского нету. Может быть, у нас здесь его нету? Потому что, я так понимаю, община-то создавалась как истина евангельская. Игнат Тихонович, когда думает, думал, там это его фотография, вот эта, где он сидит около, на пруду. Он представлял-то себе таких же, как он, которые будут идти в массу этого народа. И, конечно, будет народ обращаться, приходить все больше и больше. Но, и там дети будут, дети будут воспитываться там и так далее. А вот Неплюева читаем, мы когда читали Неплюева, у него такая же проблема была. Ну, это вопрос неразрешимый, и он не разрешился. Хотя проблема, на самом деле, это вопрос, который надо разрешить, написано. Ну, не разрешается. Он тоже детей собирал, отдельно девочки, отдельно мальчики. Дети подросли маленькие, он сам их воспитывал. Все только в духе православия. Молились. В церкви там все как надо, батюшка. Они подросли, и потом переженились многие друг на друге. И, главное, никто еще не уходит. Начинается община огромная. И потом раз и начинаются неприятности. Как только переженились, сразу начались неприятности. Почему? Лидерство кто-то захотел, он там даже не пишет. Такого он даже об этом не может писать. То есть это, ну, самое никчемное. Это последнее, о чем Христос думал, что ученики затеят. После таких слов, которые он сказал, а они что затеяли? А кто из нас больший, написано? Решили они. А кто больший? Идут и рассуждают между собой. Ну, я-то вот то сотворил, я то сотворил. Мне интересно, там Петр, он, конечно, дерзновенный был. Но его Христос вообще уже сатаной назвал. Он вообще должен был молчать. Никакого покаяния нету. Ну, и что, что назвал? А я-то все равно дерзновенный. Я же вот вылез вперед, и там я вылез вперед, и здесь вылез вперед. Это еще ничего не значит, что ты вылез. Или выше других на голову, как Саул. Ничего это не получится. Или как Голиат, гора. Победы никакой не добился. Наоборот, еще больше. Упал только, и все сразу за ним попадали. Попадали. Духовно выше или больше, или там... Или как говорят даже у нас есть. Ну, нам здесь. Говорят, вы там сидите, занятия ведете свои, загордились уже все. Здорово живешь. Занятия. За эти занятия еще подвесят, за одно место не знаешь какое даже. И будешь кровью стекать. Если, ну, конечно, не отречешься от Христа. Это, как будто для себя это все делается, вот с радостью. Кстати, у меня занятия в доме проходят. Может быть, месяц один остался уже. Так что спешите, пожалуйста, приходите. Всех ждем желающих. В два часа дня, каждую среду и пятницу. Вот прям подъезжайте на машинах или что там, там найдете, где поставить. И заходите, полтора часа занятия идут. Вот, сестры уже у нас были. Каждому дается слово. Кто скажет что-нибудь назидательное для людей, для себя, поучительный пример, пожалуйста, приходите. Срудитесь. Помоги, Господи, всем. Спасибо, Господи. Брат Игорь высказал слово. Мне приходилось быть в собрании инославных с миссионерской целью. Ну, в частности, у баптистов. И у них такого богослужебного устава, как у православных, нет. У них дается слово каждому брату, имеющему слово. То есть выходит и проповедует. Слово брата Игоря напоминает как раз проповедь такого серьезного баптистского проповедника. Брат в своей проповеди поднял много тем. Уже не знаю, кто запомнил, не запомнил. Я постарался внимательно послушать. И хотел сказать, у вас есть слово, которое может также подтвердить слово брата или как-то еще что-то опровергнуть. То есть, понимаете, чтобы не был у нас театр одного актера. Потому что, я посмотрел, у нас братьев таких речистых сейчас не так много. Здесь собрание небольшое сегодня, так уж получилось. А были у нас тут баталии. То есть, были. То есть, брат один высказывает, кто-то с ним не согласен, выступает. Но сейчас я не вижу тех братьев, которые бы сейчас что-то могли сказать. Нету, да? То есть, я коротко скажу, потому что любая тема, брат много тем поднял. Я уже свое выскажу немножечко. Многогранное. Ну, в частности, монашество поднимал, брат, вопрос. Сложный очень вопрос. Святой Анна Златоуст прославляет монашество. У нас литургия Анна Златоуста. Это основная суть православия. Его проповеди, 12 томов, Игнатий Тихонович начитывал. На каком периоде, какое монашество, оно было разное. Оно началось с одного, перерастало в другое, перерождалось. В католичестве оно одно монашество, в православии оно другое монашество и так далее. Были монахи, так какие, как Кирилл и Мефодий, проповедники. Я читал историю внимательно, сдавал. Мне надо было по учебе сдавать. И он только и занимался тем, что его посылали то в одно место, то в другое. Монашество ему помогало уйти именно от хлопот семейной жизни. Он просто сидел за книгами, только он за книгами просидел там полгода, он до полугода учился там. Просто его послали к сарацинам. Он сидел, изучал язык и нравы. Потом его послали туда. Чуть его не отравили. Некоторое время прошло, его посылают, этого же монаха, его посылают уже к славянам. Не к славянам, а в Моравию, это где-то примерно Болгария, Чехия, примерно в тех местах. Он составляет быстро этот алфавит. Думал ли он о нас, о славянах, что будет такая Россия, или не думал, я не знаю. Может быть и не думал, потому что он общался и с евреями, и с мусульманами, и общался и со славянами. Везде у него был труд. Он был просто проповедник. Он был проповедник. Он умирает, Константин его звали. А потом он уже за 90, по-моему, дней, или за 60 дней стал Кириллом. В основном он был Константином всю жизнь. Его никто не знал, как Кирилл. У нас есть брат такой Константин. Константин, Константин. Мы его знаем, Константин. А история будет его помнить с другим именем. Вдруг он примет там какой-нибудь сан или еще что-то. Вот. Брат продолжает его труд и уже его Мефодий. Это уже было его имя. Вот сколько претерпел он, сколько учеников. Вот именно уже церковь есть. Есть православие, есть византийская церковь. Тут есть католическая церковь. И это была единая система. Это еще не было деления на запад, на восток. Это была единая структура, общий собор. Это все до 1054 года. Но при этом были уже политические какие-то. Но внутри церкви были группы людей, которые ревностны. То есть церковь наполнилась людьми, скажем так, номинальными. Ради должности, ради чего-то. Ну кто ты? Вот сейчас пройди на улице. Я православный, а сам идет курить там или блудник он. А он себя считает православным. А говоришь, вот православные каноны запрещают то-то, то-то делать. Ну и что мне православные каноны? Ну если ты православный, назвался груздем, говорит, полезай в кузов. Назвался православный, вот тебе, пожалуйста, получай фашист-гранату, как раньше говорили, от советского бойца. Соответственно, в нашем случае также мы видим историю церкви. Я изучаю сейчас, в силу того, что заставила меня семинария заниматься внимательным этим вопросом. И я смотрю, что много людей обмерщенных. Вот, брат, в монашество, не монашество. А я, изучая историю, вижу другое. Возрожденные люди и невозрожденные. Вот так бы я поставил вопрос. Не важно, монах ты, не монах, какая национальность у тебя, вероисповедание, возрожденный ты или невозрожденный. Мы видим, сколько монахов было ревностных, которые работали, учились и проповедовали, прям реально ходили. Но с другой стороны мы видим монахов, которые сидят, ничего не делают, придумывают свои какие-то правила, все, которые отделяют их от людей. Вот. Сергий вот даже взять, радонежский, и у меня до нем было немножко другое представление. Но он ездил везде. Он занимался примирением князей, он, ну и создавал в том числе и монастыри, да. Но он постоянно путешествовал в основном. Вначале образ жизни у него был аскетический, он уходил. Но потом его призывают, видят, что такой, да, брат серьезный. И сразу князья русские на него обратили внимание, его начали подтягивать. Туда его пошлют, сюда, какой монах, он везде ездит. Монах сидеть должен в келье, в нашем понимании. А он ездил тоже. То есть речь идет возрожденный, невозрожденный. И вот сейчас на Секире в Мефодии я вижу, что он туда-сюда вращался в разных кругах, среди верующих в основном. Везде были верующие. Там католики, это же тоже христиане. Это не были, там, другой вероиспределение. Но его гонят. Гонят свои же христиане. Это мы сейчас говорим западных. Это же христиане, какая разница. Это христианская церковь. Не было никакого разделения запада на восток и так далее. Но его гонят. Приезжают к себе в страну, сюда уже, где они в Моравии жили. И здесь его начинают гнать. За что вы меня гоните? Кто гонит его? Злой дядя какой-то чужой приходил. И на вере свои же и гонят. То есть мы видим, что в церкви в общей массе всегда были группы людей, ревностных. Мы видим это в России. И в нашем случае мы видим. Мы никак себя не отделяем от тела церкви. Игнатий Тихонович постоянно говорит, мы не... Московская парадархия благодатна. Да, есть нарушение, но он благодатность ее никогда не отнимал. И я вот сколько мы пришли, не было этого дома. Не было ничего. Был просто его дом, был храм, Покровский собор. И была небольшая группа людей, ну я бы сказал, ревнующих о спасении. Я был молодым юношей. И сколько я ходил в православный храм. Первое послушание, вот сейчас послушание у меня вести, собрание. А первое послушание от Игнатий, когда еще был лет 16, я вот пудаюсь, 17, для меня это было лет... Дал мне молитвослов на церковно-славянском языке. И говорит, читай утром и вечером. Я думал, что одну молитву надо утреннюю читать, а там их 10. И непонятно. Он говорит, все равно читай. Я вот бубню, ничего не понимаю. Я уже взрослый, ну такой чисто любивый был юноша. Думаю, ну как так? Надо читать, а я ничего не понимаю. Хоть плачь. Но я думаю, нет, я буду читать. Читал, читал, я уже не знаю, там раз сто, потому что утро вечера же, 365 дней в году. Вот, надо же читать. В конечном итоге я начал наконец-то понимать. Вот. И теперь, когда мне говорят, что славянский язык понятный, наш родной, я всем скажу, идите сдайте экзамен по церковно-славянскому языку в нашу Барнаульскую духовную семинарию. Любой. Кто говорит, что это наше родной? Сдайте на пятерку. Ну, Бог меня благословил, я сдал на пятерку. Но на том этапе, скажем, это часть только славянского языка я сдал. Не все. Там знаете, какие серьезные преподаватели в семинаре. Не так, что пришел, а я сейчас там шашкой на голову. Нет. Как они начинают шерстить тебя по всем направлениям. То есть церковно-славянский был не наш, не родной. Но мы отклонились. То есть я как бы даю реплику. Если брат наш Игорь говорил разносторонний, так и я попытаюсь немножечко. То есть я объединяю, что были люди. Вот моя позиция такая. Верующие, обращенные, искренние, которые шли на смерть и не обращенные. Воины, сегодня мы слушали, 40 святых мучеников. До этого они занимались воинским искусством. Что враг есть, врага надо уничтожить. Приказ от царя. Христианский мир. Это реальный факт. Но, когда речь дошла об отречении от Христа, они встали как один и пошли на смерть. Все застыли. Вот и все. То есть из даже воинов мы видим люди обращенные и не обращенные. Вот такая моя реплика была. Вот. Ну все как бы. Кто хочет еще высказаться? Потому что, чтобы у нас не был театр одного актера. Если никто не хочет ничего сказать, слово предоставляется Игнатию Тихоновичу. У него есть всегда что сказать. Можете вопросами или как хотите. Некоторые, может, не знают сегодня, почему читали про замороженных. Это память 40 мучеников. Они на озере Севастильском были, Армении. И мы там были, купались, и там сфотографировано, как ураган там плавает. Ну сильное было волнение. Я один искупался, кажется, и все. Дело-то в общем, что в народе ничего про это не знают. Я родился, в общем-то, в религиозной семье. И вот как помню, говорили, 40. А что это 40? Я очень любознательный был. Но мне объяснили. К этому времени прилетает 40 разных птичек. Ну на меня-то натолкнулись на того, кто с детства любил птичек. Я их изучал. Я начинаю, Чибис это первый, перелетел Грач второй, Скворец третий. Ну никак, Живоронок, 40 не набирается у меня, никак. Ну 15 наберу, я все приставал к отцу. Ну 40 прилетел где? Ну, сынок, может быть, где-то они в другом месте. Но только он не говорил, что речь идет о мучениках 40 севастийских. Об этом даже речи нет. То есть вот в таком положении, я-то от старших учился, а я не. Вот Ирина мученица. Кто знает, что это за Ирина? Ну, а у нас так как, Ирина рассадница. То есть мать всегда говорила, Ирина, это 5 уже, а я надо рассаду скорее высаживать. Ирина рассадница. То есть все к сельскохозяйственным работам применялось как-то. И вот мы в это в наследие вошли. Это Святая Библия нас сделала такими другими. Я вот слушал сегодня, вот Игорь выступал, и мысль мне пришла. У нас в Государственной Думе есть один человек, который очень оригинальные идеи дает, но все время громким голосом. Мне прям не нравится. Даже уши начинает затыкать. Это не годится. Когда сильно влияет на человека звук какой-то, один из признаков беснования. Запомните это. Нигде в Писании не написано, и говорить их, а написано возвысь голос твой. Повторяю, протопопа вакуум, когда говорил, в храме дверь была открыта. Это большое село. На другом конце села его можно было слышать. Вот он в Думе, это Жириновский Владимир Гольфович. У него много очень хороших предложений, но его упрекают. Но нигде ничего не выполняется. Он говорит, а что я могу сделать? Я сказал, а никто не делает это. Видно, что с ума сбород может драться, женщину схватить за волосы, таскать, драки устраивать. Это все заснято. Я подумал, Игорь Владимирович, если бы положил себе это на сердце, какую-то связь усыновить Жириновский. И рассказать ему, что главное твое назначение вот в этом заключается. Чтоб ты Бога знал, чтоб ты в Думе напомнил людям. Вам не разрешить ни одного вопроса, ни третью атомную войну. Потому что сейчас говорят, что в Америке вокруг окружили. Стоит нажать практически одну кнопку одновременно, в ту же, речь идет об одной минуте, взлетает 15 тысяч ракет. Остановить ни одну практически уже невозможно. Скорость, какая здесь достигнута, 4 тысячи в час километров. У них 20 тысяч километров в час. Супер оружие. И одновременно поражает все точки. Это первое, но это еще не атомное. То есть очень сильно, но поражает, откуда тут могут взлететь ракеты. А мы ответный удар. Это будет зафиксировано примерно в первые 30 секунд. И оттуда тогда ударят эти же 15 тысяч, начиненные атомным. От России вообще ничего не останется. И что вы видите? Я говорю, это реально, это очень хорошо сидит. Генерал-полковник Ивашов объясняет. Генерал армии Родионов, то есть это все российские. Депутаты Государственной Думы. Выхода никакого нету, никто не показывает. Они, опустив голову, только говорят о развалинах, о гибели, о развалии. Ну, сожженное пепелище будет. Вот и сказать им, вы скажите людям, принесите покаяние. Россия везде лезла. Вы думаете, случайно Ленин назвал международный жандарм? Польшу мяли-мяли, давили-давили, она ушла. В Финляндии, это все было в составе Российской Федерации. Порт-Артур где, посмотрите. Куда лезли? Это уже конца окраина. Аляска где была? Это все в России было. То есть, наконец, рассела щребо и лопнуло. И развалилось это все, союз нерушимых. И сказать, что вы скажите людям, принеси Россию покаяние. Запретите русским войскам лезть на русских. В Украину и везде. И Абхазия, там, и каких только не берут. Это сегодня самое последнее Грузии. Я был в Грузии и говорил. И говорят, для нас Абхазия, это все-таки какое-то приветствие было. Ну, Россия зачем там совсем махонькая? И сейчас вражда неимоверная. В Саакашвили там уже его и нету, а вражда остается. Эти рубцы не заживающие. Единственная причина в этом, хоть она мне не очень близкая была, но в Дворске она прямо говорила, Россия, встань на колени, попроси прощения у грузин, у всех, кому ты досадила. Люди сжалятся, все будет по-другому. Даже пусть и рай посадить. Я был перед храмом Христа Спасителя, мы там молились, я поднимал руку. Вот брат сидит Николай, знает, что действительно так. Я говорил, не надо их трогать, не надо поганить руки. Нужно было только принести покаяние, храм Христа Спасителя на три месяца запечатать, закрыть. И денно, и ночно, чтобы молились, и молились, чтобы слез было больше, чем в канале Москва. И вся страна бы обратилась. Они не понимают ничего, которое вверху. Не понимают. Выходит, Дмитрий Смирнов беседует с кем? С Познером Владимиром. Еврея пытается его переиграть. Он ему задает вопросы, он отвечает вообще, думает, ну или не нормально, или что? А как православный? Сектантов много, нужно ходить с кирпичами, бить окна. Он говорит, ты нормально говоришь? Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, где ваше христианство? Они не могут согласиться, что православие ушло. Его практически уже и нет. Меня все время спрашивают, ваше общество, притом сектанты все нас признают, ну скажите, где еще мы там на юге можем к такой общине прилепиться? Где? Даже маленькая вот эта, но это видно другой дух совсем. И притом назвать там сектанты уже никто не называет. Это только отдельные семинаристы по указке священников. Где выход? Вот от Жириновского и написать, сказать, вызвать, показать на наш сайт, если можно. Я Путину все это послал. У него трехтомник вот этот вот, стоит в библиотеке, показывали библиотеку Путина, и там стоит наша. Насчитанную Библию, наши книги в библиотеке имени Ленина, вторая в Москве, в исторической, в парламентской. Ну это, уже что-то могут взять, почитать, но нужно конкретно выйти на этого человека. Самые оригинальные мысли, хотя его и политиком-то нельзя считать, его называют и скунцем, и предателем, и Рамзан Кадыров ему дает там характеристику, но я вижу, у него есть очень оригинальные мысли. Вот это оригинальные, однажды сказала об Игоре Третьякове. Вот он стоит перед вами. У него такие же мысли, довести до дела, тот не может ему вроде бы препятствовать, но здесь какие-то другие причины, рано вставать не умеют. Как сделать это? Вот помолитесь об этом, что брат Игорь Дебунов обдумал этот вопрос, и может быть написать в интернете, письмо большое написать, чтобы он остаток своей жизни, ну как-то посвятил делу, его опрекают, а что ты так говоришь, что ты не так там, соревнования пошло, как дебаты, сидит Алла Пугачева, и начинает, вы что, вы от рождения вот такой хам? Или вам это разрешают здесь? Он ее выслушал, дальше начал громить, от него даже тряпок не оставил. Это вы, вы под каждого правителя ложитесь. Это вы, хороший Сталин был, сто миллионов голов отрубили, по порядку, все тихо, мирно, и вы пели перед Брежневым, все вы пели там, Зликиной вместе, и где привели, и далее, кто вы? Я образовал партию, да партию образовать, это не очень, 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 очень непросто, ведь она едва, едва коммунистов там не побила всех, то есть у него что-то есть, но вот это что-то, все не туда, вот он пьяный сидит там с друзьями, матерится, все, ну просто безобразно себя ведет, но, вот в этом надо увидеть, зверно, он не безразличный, когда было, было сунами, он единственный, правильный, сказал, что нужно делать, единственный, и когда, он все, если поехал в Израиль, у него дедушка Израиль, еврей, и он везде там, поехал к мусульманам, у него прабабка-то мусульманка, он везде под всех как где-то, это не годится, но он их, его христианином нельзя назвать, говорили про Грузию, а я там был на квартире, и пока там мужа где-то что-то не было, он уже с хозяйкой успел с того купить, в общем, безумие просто, но в нем что-то есть, там под этими завалами мерзости, блещет что-то еще ценное, и он выходит когда, и прямо говорит, вот русский язык, сейчас говорите, надо русский язык, но вы подумайте, почему вы пишете про Муму и прочее, напишите сегодня, настоящее, чтобы русский герой был, кто Муму, спрашиваем главный, все Муму, что собака главный герой, Герасим, ну глухонемой, барыня, барыня самодурка, другого ничего, тургенек не нашел, ну напишите сегодня, чем занимаются наши депутаты, другие это, коррупционеров поднимите, он берет то, экстраполирует, переносит на сегодняшний день, ни один депутат этого не говорит, ну, вот мне на мой мысль пришлось связаться с ним, я не гожий для этого, подумай брат, и может быть действительно бывает, как вот Богащева Юрия, артист заслуженный СССР, представьте, сын и дочь олимпийских чемпионов, семейка какая, и он спился окончательно, и вдруг подходят два человека, начинает говорить, баптисты неправославные, и он по всему миру теперь разъезжал, и везде пел, везде говорил, говорил проповеди, совершенно, абсолютно пропащий человек, кто главный враг, он, мне спрашивать не надо, теща, и когда покаялся, пришел, пришел, и кто еще, мама, прости, она чуть в оборок не упала, думает, опять какую-то дурь принес, сейчас начнет тут все колотить, там соседи не рады были, что живут, жена обратилась, теперь едут, ну почему еще из православных он пришел, Ник Вучич, без рук, без ног, почему они православные, проспали, кого не возьми, всех проспали, никого нигде нету, все где-то мимо, какие-то секты люди лезут, потому что православные спят, а если кто-то поднялся, его сразу прибить, о, с Библии пошел, это мы не баптисты, что в Библии, вот на меня выходят, вчера только, ну считайте, что на нашем видеоканале, юноша, совсем молодой, 18 лет, у нас с ним разговор получился, из баптистов только пришел, другие пишут, мусульманка, я приняла крещение, вы мой духовный отец, я не знал, сколько у меня детей нарожалось, я только молюсь, особая молитва у вас, что Бог продлил жизнь, и при том, сектанты, 50-ники, кого только нету, это в личку, где пишут, в моем, то есть говорить надо, надо свидетельствовать, вот об этом сказал брат, это тоже оригинальная мысль, вот эти, которые были на Севастийском озере, и почему именно тот ушел, тут уж не разберешь, но тот вышел, и тот венец ему достается один, это надо знать, что означает сегодняшний день, между прочим, по календарю, научу вас легко определяться, запомните, 14 марта, это день Святой Евдокии, просто так, навскидку, скажите, кто знает ее житие, руку поднимите, ошибка может быть, а это просто, это была великая, красавица, блудница, как она говорила, супруга всего мира, самарянка, необыкновенной красоты, а у нее через стенку, там какая-то гостиница была, и монах Герман, когда на поклонение ездил, там остановился, он брал и читал, вечернюю, утреннюю молитву, читал, и она через стенку не спала, и слушала, у нее выходной там был какой-то, и она выслушала, утром послала служанку, узнай, кто это там, она говорит, вот это монах, она позови его, он пришел, стал говорить, он говорит, я самарянка, стал говорить о Боге, у нее никакой веры нет, и перечисляется, какие были сокровища, люди имение бросали к ее ногам, чтобы только провести с ней час, она имение могла соперничать с императором, ни в одном житии не написано, сколько она имеет, по-нашему сказать, у нее было 50 миллиардов, только золотыми, миллиардов, не миллионов, и одежды, все перечисляется, но когда она пожелала увидеть, он говорит, он сказал, кажется, неделю не пей, не ешь, ты увидишь небо открытое, сегодня посмеялись, действительно так, к ней явился ангел, и дальше будет жизнь, она желает пожертвовать на церковь, он говорит, нажитое грехом церковь не принимает, раздай бедным, и далее она уходит, каким даром чудотворения Бог ее наделяет, 14, вот запомните, это день печати, в Советском Союзе был, и вот 14, 1 марта только запомните, это 1 марта будет, 14, ровно через 8 дней, сегодня 22, 40 святых мучеников, еще ровно 8 дней, я не вижу, а Алексей из Уголяева где он? А ты Алексей Божий Человек, через неделю, Алеша, в понедельник, в следующей неделе, через неделю, твой святой, наверное, надо полагать, да? Да. Ну вот, у тебя это лучше было, ты от жены не сбежал, а то сбежал, а у тебя подражание неполное, вот, еще 8 дней накидывайте после этого, в Благовещение, 14, запомните, и здесь первое, вот, второе, это Алексей Божий Человек, и дальше идет туда, все, а там уже идет весна, о Благовещении мы все знаем. Вчера у меня была запись на один ролик, как наш брат Виктор Андреевич Яковлев у Сергея Козлова в Воронеже. Я ждал, они выйдут, и он у него сидит около постели, рассказывает, и получился хороший ролик, но его у меня, я его поставил под замок, и Сергей его снял, смел к себе, он там его обделает, сделает как надо, ну вот-вот он должен появиться, на наш видеоканал заходите, наш видеоканал очень легко искать, зарядите открытым окном, во свете Библия Игнатия Латкина, хотя бы вот это два слова любых, и уже вы на нас выскочите. И он всем передавал низкий поклон, я как маленько понимаю, так больной здоровый-то, показалось, что Виктор Андреевич в очень хорошем состоянии, и Сергей даже вот так как-то руки поднимал, и что когда посещает, я говорю, забывай о болезни, а последние дня три он даже не выходил, такие у него боли, он не может даже выйти, вот-втор, как он терпит, я говорю, ты не должен уходить, оставить нам пример, как надо уметь болеть правильно, это двойное благо, у него эпиграф такой, кажется, от Серафима Саровского, от Виктора Андреевича, когда он выезжает, билет, говорит, тоже купили, ну дальше подробности, там можете все это увидеть, вы что только не увидите, все прилагайте к вечности, сгодится или нет, вот начинает вопрос такой-то, а мне это надо? Могу я передать? Нет. Зачем мне это знать, смотреть там? Не надо. Бери самое главное, самое ценное. А почему так решили? очень просто. Отто Юрьевич Шмидт, исследователь Севера, очень известный в советское время, необыкновенно, был, как сказать, продуктивный и перспективный. И он пришел к профессору, я хочу быть всесторонне образованным, какие книги прочитать не знаю. Профессор ему составил список, без которых нельзя считать человека интеллигентом. К слову сказать, слово интеллигент означает, тот, кто не посягает на свободу чужого, не притесняет. Это Сахаров Андрей сказал. И он прочитал, сколько на это время нужно? Примерно 700 лет. Ну, я же 700 не буду. Ну, а теперь второй вопрос ты должен задать. Какие? Вот я догадался, какие книги, без которых мне нельзя. Он прочитал, написал этот список, вычеркнул какие. Ну, без Драйзера-то обойдешься, без Мапассана-то тоже вполне обойдешься. Пусть там, говорит, жена под одеялом считает. А вот это тебе обязательно надо... А как? А теперь подумай, как? Сократи сон. Научись читать по диагонали, быстро. Я в камере сидел, преподаватель второй группы космонавтов. Книга, 400 примерно, страниц 450, он две книги за один прочитывал. Я не верил в это. Я стал выборочно считать. Книги эти знаю где-то. Он почти дословно цитирует их. Память какая. Единственное, где он споткнулся. Я, да, давай ему 90-й псалом. Считай. Он прочитал. Я говорю, перескажи. Он лежал, лежал. Дайте еще раз прочитаю. Еще раз прочитал. Полежал. А знаете, на его нельзя коротко передать. Тут все связано намертво. Все заварено. Ни одного предложения нельзя выбросить. Какого глубокого ума человек, я больше ни от кого это не слышал. В Библии все настолько совокупно связано, что тронешь одно слово, изменится сама структура слова. Как Панин об этом писал. Вот что пришли, остались, услышали, скажи, как я блажен сегодня, я это услышал. Те, которые у нас ушли, где-то, они ничего этого не слышат, им это и не надо. О ком сказал Игорь, это абсолютно правильно. Я пытался этих ребят расшевелить, но мне не удалось, видимо, слабо работал. Они на своем, как бы, стоят. Откуда это? Из семьи. Я вот смотрю, когда начинает у нас проповедь читать, кто бы ни читал, я не вижу, Севастьяна, если это где-то, ушел вы? А, вот он где. Сегодня он просто похвала. Считает очень четко и ясно. Раньше я ему неоднократно делал замечание. Не потому, что я стал слышать, а просто это действительно так. И как только начинает проповедь читать, это все читают, наши дети стоят. Как только проповедь, выдуло их. Это кто-то же придумал, чтобы они уходили. Они стоять могут, не устали, ничего нет. И пока ни одного нет ребенка, который бы уперся. А его тащили, он бы сказал, нет, я буду рядом, не пропустить ни одного слова. Вот как это узнается в детях. Наклонность к молитве и к Слову Божию. Вы с ними поговорите. И посмотрите, какая будет проявленная борьба. Может быть, он ради послушания выходит ребенок. Было время, я когда говорил две проповеди. Говорю проповедь, сразу все сели в Потеряевке. А вторую проповедь, я говорю через пять минут. И они только встали и опять упали. Я уже наблюдал это. Я стал думать о чего. Это духовное состояние родителей в детях проявляется. Нет этой ревности. Вы приучите еще, когда прямо цитируете Слово Божие за столом, чтобы все встали, а потом сели. Хотя бы в начале. Пробудите в детях ревность о спасении, о прославлении Бога. Во славу Божию отошел. Игнатий Тихонович также нам пламенно рассказал много событий. Я про Виктора Андреевича не знал, что он в Воронеже. Слава Богу. У меня переписка и с Сергеем была. Тяжело я тоже переносил, потому что когда Игнатий Тихонович сказал, что у него в печени или в почках камень, это было вообще ужасно. Мне приходилось с этим сталкиваться. Это невыносимо, конечно. Игнатий Тихонович затронул очень больной вопрос, очень сложный вопрос. Вопрос вражды между людьми и нациями. Я родился в Советском Союзе, в СССР, и был так воспитан, что СССР это самая лучшая страна в мире. Ну и с детства мне говорили, и я смотрел, что бесплатное образование, бесплатная медицина, все бесплатно, все пути открыты. И я искренне в это. А нам всегда говорили, что вот, а вот США агрессор, НАТО там такие книги выпускали раньше. Все. Вот показывают бедных негров, там все несчастье, все. Ну я так веровал. Ну а с другой стороны все говорилось, что мы стремимся к миру, к единству, к интернационалу, чтобы везде мир. Я не мог понять, вот детским умом, почему. Но так же просто понять взрослым людям, что мирно жить, это хорошо. Это хорошо. И я это понимаю, ну пусть они успокоятся. Потом, когда я уже вырос, я узнал уже другое. Факты там, о ГУЛАГе, какие факты начали вскрываться, что из США начала какая-то информация приникать. У меня уже по-другому начал мыслить, что все-таки лучше демократия, чем коммунизм. И вот в этих политических все говорят все хорошо. Вот кого не слушаешь, все правы. Но откуда вражда такая? Вражда. Почему вражда? И я делаю один просто вывод, он исходит из моей первой реплики, что люди не обращены к Богу. То есть без Бога, вот это мое мнение, не навязываю ни на кого, что если человек не знает Бога, то у каждого будет своя правда и понятие о счастье. И поэтому это вражда бесконечна. И вот сейчас мы видим, что в мире, вроде бы смотришь, все одинаковые. одеваются дети в одни и те же джинсы, в Монтана, там, Леви Штраус, там, что в США, что в России, все ходят, там, на Украине, все одинаково. Любят эту Кока-Колу, эти супермаркеты открываются, иностранные. Все это открывается. С одной стороны, это видишь, ну, думаешь, ну, что не хватает? Показывают даже на каких-то фотографиях, там, какие-то индики с этими, там, в Челмаха пьют эту Кока-Колу. Думаешь, все одинаково. А о чем тогда спорить? Зачем воевать? Зачем враждовать? И простому, как бы, смертному, вот мне, это непонятно. Но я нахожу только единое религиозное объяснение. Враг рода дремлет, какие-то тайные мотивы, что-то не так, и начинается вражда. Ну, и в частности, он поднял такую тему, сейчас, Игнать Иванович, что сейчас, почему-то, это уже глубокий политический вопрос, против России вот такое отношение, что один говорит, давайте атомную бомбу запустим, давайте истребим. Вот. Действительно, помощи нигде не надо ожидать. Только в молитве. Я хочу сказать. В молитве. И пример тому, вот так же, опять же, сдавали экзамены, это известный пример, который в истории, в истории школе почему-то не рассказывали нам раньше. 1385 год, нашествие Тамерланы. Нас пугали татар монгольским игом. 95-й. 95-й. Значит, 95-й. Брат уточнил, что 95-й. Вот. Куликовская битва была, значит, в 30-м. В 80-м. Ну, значит, там или в учебнике ошибка, потому что 1385-я дата была. Ну, не суть. Монголы приходили, убивали, но были лояльны к церкви. Когда шел Тамерлан, он сносил даже монголов. Он уничтожал. Настолько была мощная сила. И откуда он появился, и как? В Узбекистане. Он пошел и уничтожал даже тех монголов, которые под русскими были. Русские, которые боялись их. Мы под ними были. И наши князья уже были так ослаблены. Дмитрий Донской ослабил Россию и так. Тогда, ну, еще не восстановилось. Тахтамыш пришел, сжег Москву. И тут еще это, беда. Ничего другого не придумали, как просто взять икону Владимир, из Владимира, икону Владимирской Божьей Матери и принести к границам. Встали отрядами, все по-честному, воины, все как это. Ну, а смысл-то понятен был, что если монголы не выдержали наступление, он сметет Россию. Ничего не было. Единственный был выход один. Молиться. Об этом описывает Тальберг. Вот очень хороший учебник истории. Кто хочет изучать историю, читайте. Люди открылись, начали молиться и плакать. Плакали, молились и плакали, молились. Это единственное, что оставалось. И произошло непонятное. Он, вот именно Тамерлан, он был хромой, ему явление было, женщины какой-то, которая грозно ему сказала, мало, ну, я интерпретирую слова, не еди на Россию. Это хочется. Он мучился, развернулся и ушел. Описывает историю, историк. И никак нельзя понять, почему это произошло. климат повлиял на него. До климата он прошел такие же климатические зоны. Живот не сварение, здоровье. Он здоровый был, крепкий, сильный. Чего-то он испугался, ничего не испугался. Молитва. То есть мы видим, что Россию хранил Бог. Вот сколько смотришь, Россию всегда должны были уничтожить. Но почему-то Бог так вот делает, что сохранил Россию все. За что? Сейчас прошел фильм, Владимир Владимирович Путин описывает, как брали Крым, там все, сколько труда было. Положено, чтобы сохранить Россию единство, Крым присоединили, там все, разные мнения. Поднялся рейтинг президента и после фильма. Но я иду на улицу, общаюсь с людьми, общаюсь по работе, и мне хочется страдать. И мне просто как бы даже слезы наворачиваются. Да мы недостойны даже, если признать, что президент наш просто такой умница. Мы просто недостойны. Мы там чиновник заворовался, миллиарды воруют, здесь делают плохие дороги у нас. Вот едете, смотрите, разваливается. Почему мы так недобросовестны к своей жизни? Мы недобросовестны к работе, недобросовестны во взаимоотношениях. И думаешь, бьется президент, допустим, за нас, чтобы Россия была, все мир, покой. Но вы поддержите его достойной жизнью, достойной работой своей, относитесь к работе с качеством. Молитесь, а мы ленимся. И потом будем плакать. А почему так все плохо? Потому что мы ленивые. Кто виноват? Говорит, да вот Путин там кто-то, все-то виноват. Мы виноваты. Давайте на себя посмотрим, обратим внимание. Поэтому уж дали мне слово, терпите. Это вина наша. Вина прежде всего в нас. Поэтому обратим внимание на слова и начнем молиться. Молиться и никого не судить. Я хотел бы еще сказать, брат за это заговорился немножко. Дело все в том, что не забудьте, был Саул, а потом стал Давид. И Бог избрал Саула. А о Давиде еще не было никаких речей. И однако Саул избрал зло. Поэтому ты говоришь, вот мы виноваты, там, ты, эти, Путин хороший и так далее. Не забудь, что зло, злодей, злодействуй, злодействуй. И злодействуй, злодей, злодейски написано. Зло является ниоткуда, оно в сердце человека. Поэтому не надо все грузить на нас и не надо перегружать очень много и на высшестоящих. Все виноваты, все вы хороши. Поэтому надо молиться и быть как Давид. За исполнение всех заповедей Христовых. Вот, больше ничего. И в этом все. Верь Богу, исполняй все заповеди. И как написано в книге Эккликсиаз. Хочу сказать, чтобы никакой агитации не было. Особенно за Россию. Если признать, что у нас хорошее все, то мы должны быть достойны этого хорошего. Вот и все. И аминь. Молимся. А теперь они находятся. Все. Подожди. Если позволяйте, вот как бы призыв. Ищите Бога. Ищите Его слезно. Ищите, люди. Пока не поздно. Ищите Его всюду. Ищите Каждый. И вы найдете Его однажды. И будет радость превыше неба. Но так ищите. Но так ищите, как нищие хлеба. Аминь. Молимся. Достойно и всякого истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего честничую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога снова родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественно-плементных, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная Твоя, любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не призывать, не признавать никаких иных богов, попия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Ты, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Брат Игорь, так как по поводу среды. А, так, брат Севастьян больше всех заботится о нас. В среду Марьино стояние, во сколько мы его будем проводить? Потому что оно там будет часа на два не меньше. Давайте в четыре. Раньше в четыре надо. Нет, в четыре это рановато, потому что много работающих. Кто с работы может прийти, допустим, если мы начнем около шести, пол шестого? Кто сможет с работы прийти? Так, раз, два, двое. Двое, трое. Ну трое, ради троих давайте пол шестого, да? Все, давайте на пол шестого. В пять тридцать вечера. В среду. Марьино стояние. Скажи, что самое резиновое, базослужение, самое трудное. Ну да, оно будет где-то приблизительно пятьсот, ну около пятисот поклонов земных будет. Так что, готовьтесь. Не, на три не будет, на два. Мы уж вас не будем. В среду занятия будет у нас? Нет уже. Нет, конечно, нет. В среду не будет занятий в два часа дня. Ну, короче, она в этом не маленькая будет. Далее. Звучит музыка. Ну, конечно, нет.